Когда московская земля дрожала, как живая, когда от нашей крови таял лёд, нас выручала дружба фронтовая, она и нынче нас не подведёт. Эти стихи ветеран Великой Отечественной войны Андрей Калюжный написал вместе с однополчанами зимой 41-го при обороне Москвы от фашистов. На фронт он попал 17-летним юношей, доблестно сражался, а был неоднократно ранен. Имеет награды, среди которых Орден Славы за ликвидацию вражеского пулемёта в сражениях на Курско-Орловской дуге. Сейчас ему исполняется 100 лет, но память о военном времени свежая много десятилетий спустя. Я беру, значит, ружьё ПТР, оно тоже белое, я тоже белый, ползу, не до полметров 150, но у меня ружьё ПТР, пятизарадный, подполз. И когда я это выстрелил, и попал ему прямо в лоб, пробил его броневой щиток, который там точно в моего пальца. Демобилизовался Андрей Калюжный только в 1947 году. В 1954-м приехал в Новокуйбышевское. Долгое время трудился на нефтеперерабатывающем заводе. Когда я училась в школе восьмой, он был в родительском комитете, вот это я точно помню. Всё организовывал с нами в классе, фронт-то как бы на него слишком не наложил отпечаток. Он как бы вот такой вот, ну, как бы внимательный такой, к людям тоже вот внимательный, общественник хороший был. Он даже вот пока ходил, он все школы обошёл, выступал у нас в Новокуйбышевске. Вклад ветерана в победу в Великой Отечественной войне отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он пожелал герою крепкого здоровья долгих лет жизни. Андрей Калюжный многое сделал для страны и для Самарской земли. Два легендарных сражения, оборона Москвы, Курская битва. И вы себя там настоящим героем проявили. Два ранения в этих сражениях, награды. Родина отметила ваш подвиг. Спасибо вам большое. Это и сегодня, знаете, маяк. Вот вы маяк для наших защитников Отечества нынешних. И, конечно, на ветеранов Великой Отечественной ребята сейчас равняются. Андрей Калюжный, выйдя на пенсию, много лет продолжал трудиться. При этом написал мемуары, воспоминания о Великой Отечественной войне. Пока они ещё не вышли в печать. Дмитрий Азаров поручил главе Новокуйбышевской Сергею Маркову обдумать идею выпуска сборника рукописи с воспоминаниями ветерана о фронтовой жизни, о войне. Леонид Кошман, Андрей Авдеев, Новости губернии.